Всем привет, я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео рубрики миниатюра я продолжаю строительство моего домика. И сегодня буду делать окна. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится полимерная глина коричневых оттенков. Можно взять обрезки, оставшиеся от изготовления двери. И добавить еще несколько коричневых цветов. Для тонировки понадобится черная акриловая краска, кисточка. А также канцелярский нож или лезвие, скалка или паста машина. В качестве стекла для окон я буду использовать пленку Аракал. У меня это толстая пленка толщиной примерно 1 мм. Продается она в художественных, строительных, иногда в канцелярских магазинах. Также можно ее купить или попросить обрезки в компаниях, занимающихся наружной рекламой. И такую пленку часто используют, как заменитель стекла в недорогих рамках для фотографий. А иногда делают папки для бумаг. Обратите внимание на все эти варианты. Первым делом я вырезаю именно стекло. Каждое окно у меня будет размером 12 на 8 сантиметров. От куска моей пленки я отрезаю полоску шириной 12 сантиметров. Ручкой я ставлю засечки и канцелярским ножом делаю прорезь. Так как пленка у меня достаточно толстая, с одного раза прорезать ее не получится. Поэтому я делаю прорезь и сгибаю пленку. Она хрустнет и переломится пополам. Если она не доломалась окончательно, то уже помогаю подрезаю лезвием. Теперь от этой полоски отрезаю два кусочка по 8 сантиметров для двух окон. Точно так же надрезаю и отламываю. Конечно же в процессе на этих стеклах можно случайно оставить отпечатки пальцев. Поэтому перед тем как вставлять их в рамы, необходимо хорошенечко их протереть. Переходим к деревянным рамам. Деревянные рамы я выполняю из полимерной глины в коричневых, бежевых, песочных оттенках. Я взяла обрезки, которые у меня остались со времен изготовления двери. Плюс добавила еще несколько каких-то бежевых, коричневых цветов. Все это измельчаю лезвием. Перемешиваю и утрамбовываю в единый блок, в единый цилиндр. Должна получиться толстая плотная сосиска. И эту колбасу я перекручиваю. На ее поверхности получаются полоски. Колбасу я не только перекручиваю, но и сужаю, утрамбовываю. Формирую в прямоугольник и раскатываю. Так как эта колбаса достаточно большая, толстая, то нельзя ее сразу помещать в пастомашину. Можно просто сломать инструмент. Поэтому я раскатываю просто скалкой. Ну а когда она станет значительно тоньше, можно уже будет прокатить и на пастомашине. И в результате я раскатываю пласт толщиной примерно 3 миллиметра. Рамы будут обрамлять окна с двух сторон. То есть всего нам нужно сделать 4 рамы. Я беру стекло и по стеклу обрезаю полимерную глину. Для одной рамы необходимо две полоски шириной 1 сантиметр и длиной 12 сантиметров. Также полоска шириной 5 миллиметров и длиной 12 сантиметров. И уже более короткие полоски для перегородок, которые я также отмеряю по стеклу. Когда нарезали необходимое количество полосок, необходимо составить раму. Я беру длинную полоску 12 сантиметров и по краям приставляю к ней две короткие полоски. Затем примеряю стекло. И отрезаю короткие полоски. Приставляю с другой стороны еще одну длинную полоску и опять примеряю стекло. Это необходимо сделать один раз, а потом вы уже будете знать, как вы выстраиваете свою раму. И действовать по одному принципу. В центре по длине рамы я располагаю длинную тонкую полоску. Где именно ее расположить я отмеряю по линейке, прямо по центру. И нарезаю коротенькие полоски, их ширина по 5 миллиметров. И вставляю поперек рамы. 4 полоски в одну раму с двух сторон. Теперь беру иголочку и аккуратно делаю узор, фактуру дерева на раме. Точно таким же образом, как выполняла фактуру дерева на двери, выполняю ее на раме. Делаю длинные кривые продольные углубления полоски. Делаю небольшие засечки по краям рамы, чтобы сделать ее более состаренной. В таком деревенском стиле. Все-таки это будет такой миниатюрный сказочный домик. Поэтому некая старина, некая такая заброшенность этой раме будет только к лицу. И когда вся фактура выполнена, рама выпекается. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. И абсолютно точно таким же образом необходимо выполнить еще три рамы. Важно, чтобы они получились одинаковые. Потому что мы их будем совмещать. И необходимо, чтобы все полоски одной рамы совпадали с полосками другой рамы. Если вы сомневаетесь и считаете, что может получиться как-то криво. Запеките сначала две рамы и потом по ним сделайте еще две такие же одинаковые. Итак, когда все четыре рамы готовы, приступаем к тонировке. Для одного окна нужны две рамы. Поэтому я сразу две и обрабатываю. Беру черную акриловую краску и наношу на раму густую краску без воды. Прокрашиваю тщательно, чтобы краска затекла во все-все трещинки и углубления. И как только нанесла краску, быстренько снимаю излишки влажными салфетками. В результате лишняя краска убирается. А та, которая попала в углубление остается. И создает интересный состаренный вид. Абсолютно точно таким же образом выполняю и вторую раму. А затем и еще две. И конечно же необходимо подождать, когда краска полностью просохнет. Когда все рамы готовы, краска полностью высохла, можно собирать окна. Естественно пленку, которую я использую вместо стекла, нельзя выпекать. И рамы я выпекала без этой пленки. А сейчас нужно все собрать воедино. Я примеряю две рамы, убеждаясь, что они одинаковые, симметричные. Беру чистое стекло. Наношу суперклей по краям рамы и по центральным перекладинкам. Прикладываю стекло и сильно его придавливаю, чтобы оно приклеилось. Затем наношу клей сверху прямо на стекло. Либо это можно сделать на другую раму. И прикладываю вторую раму сверху на стекло. Приклеиваю раму, тщательно прижимаю. Чтобы все склеилось и стало единым целым, единым окном. Вот такое окно в результате получается. Абсолютно точно таким же образом я соединяю детали второго окна. И получаю второе окно. Посмотрите какие окна получились. Они выполнены в том же стиле, что и дверь. И прекрасно дополняют друг друга. В будущем эти окна будут вмонтированы в стены домика. И я обязательно покажу как я это буду делать. Толстая пленка не мнется и похоже по своему эффекту на стекло. И поэтому можно считать, что в домике будут настоящие стеклянные окна. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. И понравилась эта идея, показанная мной. Следите за обновлениями моего канала. Чтобы не пропустить и строительство самого домика. И других деталей для него. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Обязательно смотрите и предыдущие мастер-классы. В которых вы узнаете много интересного. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И конечно же подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить новинки. До новой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!